Снаружи оно выглядит непритязательным, как любое другое московское здание, но внутри богословской семинарии Российской Объединенной Методистской Церкви трансформируется жизнь. С 1995 года студенты поступают сюда, чтобы академически и духовно подготовиться к будущему служению. Мы открываем наши двери для любых людей, которые получили призыв от Бога стать пасторами в церкви. Осуществление призвания к служению нелегко, но целью семинария является дать каждому выпускнику инструменты, ведущие к успеху. Для студентов, которые обучаются по трехлетней дневной программе, развитие отношений друг с другом, так же как с преподавателями и сотрудниками, закладывает хорошую основу для служения. Эти студенты, одни из лучших, проходят подготовку и получают наставления для церковного лидерства. Наши семинарии, богословские семинарии Российской Объединенной Методистской Церкви, это очень интересное место для служения и работы. Здесь встречаются люди, верующие не только из России, но и из многих стран мира. Здесь мы находим такой определенный центр духовности и общения, и также, можно сказать, богословской мысли. И это большое богатство для всех нас. Каждый, кто учится здесь, найдет новых друзей, новый мир знаний и духовную жизнь, открытую для новых возможностей. Студенты в нашей семинарии имеют право проживать в общежитии семинарии. Они могут проживать либо в одноместных комнатах, либо в двухместных комнатах. Здесь есть возможность готовить пищу и заниматься уроками, заниматься спортом. У нас есть хорошая библиотека, есть возможность работать с интернетом постоянно. И атмосфера, в которую вы попадаете в наши семинарии, это атмосфера дружеская, может быть, даже, сказать, семейная атмосфера, которая будет поддерживать вас на протяжении трех лет. Семинария также ведет обучение по четырехлетней заочной программе и в Центрально-Азиатском филиале, которые дают возможность студентам получать образование, продолжая служение в своих поместных общинах. Почувствовала, что его сын возвращается. В уэслианской традиции обучение фокусируется на Священном Писании и воплощении Евангелия в действии. Студенты должны проявлять свою верность в служении, молитве и поклонении Богу в Духе и Истине. Я думаю, что здесь будет критический баланс. Ученые со всего мира приезжают сюда, чтобы поделиться своими знаниями и опытом. Методистская церковь позволяет и свободно думать, и любить Бога. Она и консервативна в чем-то, в чем-то либеральна. И эта церковь для меня... Для нас, как семинары, я думаю, что главное, что мы не предоставляем студентам какие-то готовые духовные законы или догматы. Они должны сами прийти к истине. Конечно, мы представляем какие-то знания, какие-то методы, какие-то подходы. Но в конечном счете каждый человек сам в своей совести и в ответственности перед Богом должен прийти к какому-то конкретному решению в вопросах веры, в вопросах этики и практического служения. Студенты дневного отделения, такие как Павел Сердюков, служат в поместных церквях, чтобы воплотить свои знания на практике и потом вернуться в учебный класс для обсуждения результатов. Несмотря на то, что это большой вызов для, может быть, даже для России, для русских людей переехать в семинарию и жить здесь и учиться, я хочу сказать, что Бог всегда верен. И если Он уже дал вам сигналы как некий призыв внутри, то Он верно будет служить вам, верно будет сопровождать вас на всем этом пути и помогать вам во всем. Это студенты, которые поведут церковь в будущее, провозглашая благую весть надежды в темные времена, служение нуждающемуся миру и любви и заботы тем, кто ищет значимости. Надежда Иисуса Христа подтверждается для всего мира через Богословскую семинарию Российской Объединенной Медодийской Церкви. Для дополнительной информации о поступлении, поддержке или обучении в семинарии обращайтесь по следующему адресу.